Всем привет! Помните вот этот вот блок питания от нуля до пяти киловольт? В нем был такой вот автотрансформатор вот здесь вот. Я решил этот трансформатор отсюда взять, потому что мне чаще нужно напряжение переменное от нуля и до 250 вольт, к примеру. Такое часто нужно, а вот это редко нужно. Поэтому сделаю себе какой-нибудь латер с развязкой от сети, чтобы он был. Подключу разделительный трансформатор. Латер этот будет у меня гальваническая развязка и регулировка переменного напряжения. Вот взял этот латер оттуда, вот разобрал его, так как помните здесь была часть повышающей обмотки сгоревшей, вот где не намотан, это вот сгоревший участок. Так вот я нашел у себя провод такого же диаметра 0,16, вот уже смотал его вот на такой челнок и сейчас попробую домотать его. Вот уже наматываю потихоньку. Одни тиски зажал в другие тиски, в которые зажал сам трансформатор через тряпку, вот такую вот. И вот так вот потихонечку, так, виток к витку стараюсь, чтобы все было очень хорошо. Вот так вот. Витку, а вот внутри нет. Вот где вот я сейчас ватаю, вот здесь вот нужно внахлёст по несколько витков делать. Главное, чтобы вот с этой стороны было все идеально, потому что здесь будет четко. Ладно, поставлю на паузу. Так, намотал я этот трансформатор. Здесь у меня в одном месте был обрыв, вот тут вот. Потом я его соединил, стал продолжать мотать дальше. Теперь я лаком покрыл вот это все. Все, что я намотал, покрываю лаком. Обычный лак для дерева. В крайнем случае, если что-то там замкнет или что, у меня еще этот провод есть. Так что можно будет и это все срезать, и заново намотать. Не так уж и долго это заняло времени. Я думал, будет дольше. Ну ладно, сейчас пусть сохнет лак, потом буду зачищать там от лака в то место, где ходит щетка. И посмотрим там уже дальше. Подсох лак. Теперь можно место, где будет ходить щетка, зачистить. Наверное, вот надо вот такой вот мелкой шкурочкой это сделать. Вот так вот это делать поудобнее. Без тисков просто положил вот так на стол и защищаю. Короче, не понравилось, как получилось. Сейчас буду все перематывать. Вот, пообрывался провод, сейчас буду все переделывать. Вот, перемотал его второй раз и опять плохо получилось. Вроде посильнее сделал натяг и все равно вот так вот, смотрите. Видите, что происходит? Такое вот дерьмо. Три раза провод оборвался, делал посильнее натяг и все равно вот так вот. Вот как его мотать, блин? Вот. Не знаю уже, что делать. Ладно, что-нибудь надо подумать еще. Итак, третья попытка намотки. Вот. Решил я все-таки мотать более толстым проводом. Вот есть у меня несколько вот таких вот катушечек. Это от старого дисковода для дискет. Там мотор вот такой был. Несколько вот таких вот обмоток. Провод более толстый и его я смогу более сильно натянуть. И уже такой фигни не будет. То есть витков меньше мотать. Понятное дело, что максимальное напряжение, которое можно будет снять с этого автотрансформатора, будет меньше. Ну и ничего страшного. Пусть будет меньше. Это лучше, чем вообще без этой части обмотки. Сейчас попробую мотать и потом продолжим. В общем, стал я наматывать вот это и вот такой вот. Оно как-то не очень хорошо ложится из-за того, что вот она сама в каком-то лаке или краске. Вот. Видите, вот это зеленое там остается. Короче, сейчас я все сматываю вот на такой вот челночок. Текстолитовый сделаю такой челночок. Сматываю сейчас все и буду вот ногтями вот так вот проводить, вот так вот, чтобы этот лак содрать. Пока сматываю, вот так вот сдираю этот лак. Он вроде сдирается. И потом буду еще раз наматывать заново. Ну, в общем, кое-как намотал. Тут еще этот скотч отвалится. Нужно будет заново приклеить новым куском. Вот так это выглядит. Здесь уже зачистил наждачкой. Контакт вроде есть. Конечно, не идеально, но вот как есть. В общем, мотал таким способом. Мотаю, в общем, в один слой три витка, а потом вот здесь вот, где маленький диаметр, тут еще начинаю вторым слоем три витка мотать. Здесь продолжаю в один мотать все. То есть здесь все в один, а здесь в два слоя получается. И все равно, видите, вот такое смещение тут в конце. То есть надо было здесь еще больше, наверное. Но тут еще такая проблемка. Надо вставлять туда вот эту штуку, и она у меня очень туго вставляется. То есть если было бы в три слоя там вот, она бы вообще не вставлялась. Так она вставляется, но туго. Еще нормально вот. Вот так вот. Туго оно вставилось. Вот нормально, сойдет. А если здесь было все-таки три слоя, она бы уже не вставилась. Вот сейчас. Сейчас буду собирать его. Потом посмотрим. Короче, не понравилось мне мотать тем толстым проводом. Что-то тоже плохо получилось. Все. Убрал это. Сейчас буду опять пробовать 0,16. И теперь буду вначале мазать лаком вот это все. И потом на лак наматывать. И вот так попробую. Так, вот что у меня получилось. Уже вроде получше стало, чем вот прежние разы. Но все равно не идеально. Лак вроде уже подсох, но еще немного липнет. Сейчас вроде так вот уже не задирается, когда пальцем вожу. Ладно, пусть еще подсыхает еще сильнее. Итак, вот что получилось. Я уже стал зачищать то место, где щетка должна контактировать с медью. Взял маленький такой кусочек наждачки и вот так вот тихонечко вот так вот. Зачистил. Потом взял просто кусок бумаги и бумагой вот так вот еще. Зачистил. Потом взял стерку и стерочка еще вот так вот. Даже можно вот так делать, сейчас уже ничего там не задирается. Никаких вот этих вот проводочков отдельных, которые там задираются, уже такого нет. То есть уже должно быть нормально, по идее. Даже можно, наверное, по всей пройти поверхности. Теперь остается вот этот вот колец припаять. Вот этот вот отвод вот отсюда припаять. Так, сейчас буду собирать его. Для этого вначале берем вот эту штуковинку. Вставляем вот сюда. Вот с этой стороны едет щетка. Вот эта штуковинка. Так, это сюда. Сюда прикручиваем винтик. Так. Вот, видим, щетка еще здесь. На медных витках. Так, и с этой стороны тоже. Вот, вот ограничитель. Есть такая шайбочка подпружиненная. Вот она. Вот. Так, с этой стороны. Вот такая штука вставляется. Вот так вот. И теперь просто берем такая пружинная шайба. гайка. Сейчас затянем. Вот здесь вот так плавно ходит, а здесь вот уже чувствуется, что не очень. То есть еще бы как-то подшлифовать надо. Вот обычный кусок бумаги. Ну-ка. Вроде получше стало. Так, теперь еще раз черточкой. С терочкой. Ну что, осталось проверить. Сейчас возьму и закреплю его вот в этот же корпус, в котором он был. Сюда вот. Просто закреплю и подпаяюсь проводками. И так, вот я все собрал. Задействовал от этого блока питания только входную цепь, предохранитель, лампочка и выключатель. Вот здесь вот. Вот это все подключено. Тут проводками подсоединил к мультиметру. Вот к этому будем смотреть на пределе 1000 вольт. Все цепи блока питания. Вот это трансформатор, выпрямитель, все отключено. Кстати, очень удобно вот здесь вот магнитик. Прямо так цепляю за трансформатор и он очень хорошо держится. Так, включать я буду через лампочку, вот через вот эту. Лампочка на 100 ватт. Мало ли что. Включаю в розетку, подаю питание. Лампочка загорелась. Так, и начинаю крутить. Напряжение, видим, прибавляется. И вот мы уже идем по вот этой части обмотки, которую я доматывал. Вот. Все нормально работает. Вот, чтобы все было видно. Вот так вот. Вот видите, где щетка? Вот. Уже на вот этом вот секторе, где я доматывал. Вот она. Стрелка прибавляется. Видим? Все нормально. Значит, никаких козовитков нет. Все работает. И стрелка довольно плавно отклоняется. Так, и какое здесь у нас максимальное напряжение получилось? Так. Так, вся шкала у нас 1000 вольт. И значит, у нас вот здесь вот 280 получается. Нормально. И так. Ну, теперь осталось какой-то корпус придумать. Какой-нибудь трансформатор подключить. Разделительный какой-нибудь такой. Который выдает высокое напряжение на выходе. Всем привет. Короче, ну вот, что у меня получилось. Корпус я взял от какого-то автомобильного дисковода, что ли. Хрен его знает, что. Такой был автомобильный какая-то штуковина. Там усилитель, по-моему, был. Там было вот это в качестве радиатора использовалось. Трансформатор взял, который у какого-то прибора. Тут у него несколько обмоток. Сейчас по схеме посмотрим. Так, вот так это выглядит. Вот задняя сторона тут у меня тоже клеммы есть. Предохранитель, клеммы выходные и шнур питания выходит. Там такая текстолитовая планка. Это мне пришлось этот корпус делать, еще мучиться с ним капитально. Здесь вот этот автотрансформатор защитил от пластиковой бутылки, вырезал такую штуку и стяжкой, двумя стяжками стянул. Здесь у меня тумблер, который будет переключать вот этот выход на постоянку или переменку. И вот там четыре диодика 1N4007 прям на тумблере распаял. И вот такой конденсатор сглаживающий для выпрямителя. И вот это вольтметр переменного тока. Ну, с корпусом пришлось, конечно, мучиться тут. Вот эту переднюю панель это от компьютерного корпуса. Вырезал кусок жестянки вот этой. Вот так вот все прикрепил. Ну что, осталось включить и проверить, как оно работает. Для начала я еще вам схему покажу. Вот так вот схема выглядит. Вот, питание 220-230 вольт подается через выключатель и предохранитель на автотрансформатор. С автотрансформатора подается на трансформатор, у которого первичная обмотка 250 вольт. Но она тут состоит из двух обмоток по 125 вольт. Вот. Тут написано на нем все. Вот 125 и 125 и они последовательно соединены. То есть 250 вольт итоговая обмотка получается. Потом выход вот этот основной высоковольтный это обмотка на 205 вольт. Ну вот там написано вот 205 вверх ногами видите, да? Вот выход 205 вольт и идет сразу на диодный мост к тумблеру и к вольтметру переменного напряжения. Вот. И тумблером этим мы можем переключать чтобы на выходе была или постоянка после диодного моста или переменка напрямую с обмотки трансформатора. И есть еще у него пару обмоток 19 вольтовых у этого трансформатора. Я их запараллелил чтобы выдавал больший ток. Диодный мост ГБУ 6Г и фильтрующий конденсатор 3300 мкФ на 42 вольта. Это вот там они находятся. Диодный мост, конденсатор и вот те клеммы которые находятся сзади. Ну раз такая обмотка есть пусть будет тоже хуже не станет от этого. Здесь еще правда есть у этого трансформатора одна обмотка толстенным проводом 1,8 вольта. вот я ее не использовал. Ну наверное несколько ампер она может выдать но такое низкое напряжение это только там какую-нибудь спиральку выжигательного аппарата ей можно запитать и все. Ну вот еще как это выглядит вот на этой передней панели я думаю вы видели уже да. Итак первое включение делаем через лампочку вот лампочка 100 ватт на всякий случай. Ну что попробуем так для питания так это на минимуме подключаем О работает вот поворачиваю стрелка показывает так и максимальное напряжение у нас тут получается 236 237 вольт примерно ну давайте сейчас проверим мультиметром переменка он-то поточнее будет вот переменка меряем максимально что это он нам показывает фигню какую-то что-то мигает а я понял это это у меня сейчас постоянка на выходе переменка на выходе вот так точно тумблер вот сейчас будет переменка на выходе вот делаем максимум смотрим вот вот 236 вольт максимальная переменка а постоянка вот теперь постоянка 324 вольта 324 вольта по стоянке а когда мы будем уменьшать постоянка будет уменьшаться но не сразу потому что там конденсатор разряжается видим вот уменьшается 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 итак вот я его собрал в корпус вот так вот он выглядит вот так вот он выглядит это вид спереди это вид сзади вот так вот тяжелый вышел он так вот я его включил уже в розетку вот включаю стрелочка отклонился так внизу тумблер это значит у нас постоянка вот от нуля ну и до скольки там сейчас посмотрим 326 вольт постоянка а переменка максимальная ну это вот то что он тут показывает и это сейчас более точно посмотрим вот вот 237 вольт максимальная переменка включаем к выходу сейчас подключу вот эту вот 100 ваттную лампочку но я ее не буду по полной нагружать потому что лакр все таки маломощный не хочу чтобы он сгорал сделаю вот так вот поменьше ну от минимума вот так вот включаем так это вот сейчас от постоянки вот сейчас вот от постоянки включим лампочку вот лампочка светится вот 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 то же самое как видим просадка здесь будет сейчас по-любому потому что потому что никакой стабилизации здесь нет и он в принципе не рассчитан на такие нагрузки большие вон видим да просадилась так нормально и посмотрим что у нас сзади берем лампочку вот эту и подключаем и начинаем прибавлять ну вот она светится нормально сейчас вот такой вот блок питания получился разрежу конденсатор я думаю может быть еще параллельно этим конденсаторам которые там и на низковольтный и на высоковольтный включить резисторы чтобы они разрежали эти конденсаторы ну пока так потом может быть добавлю резисторы всем пока вот